Добрый вечер, уважаемые телезрители. Минувшие дни принесли немало позитивных новостей, начиная от рекордной активности в Ночь музеев, красивыми мероприятиями ко Дню Таллина и заканчивая подвигами наших дам, которые приняли участие в крупнейшем майском забеге, и некоторых сограждан, которые рискнули открыть не только пляжный, а даже и купальный сезон. Но пришла новая неделя и наступил час вечерних новостей Таллина, с которыми вас познакомлю сегодня я, Вадим Малышкин. Даже на фоне череды экономических кризисов Евросоюза наша страна отличается и его продолжительностью, и размером инфляции, и роста цен. Причин можно найти немало. Тут и война в Украине, и удорожание энергии, и спад экономики у наших партнеров в Северной Европе. Но, по мнению специалистов, настала пора не только искать оправдание неудач или изыскивать новые поборы с населения, но и всерьез заняться поисками инвесторов. Уже прозвучала сумма в 3 миллиарда евро, которые планируется привлечь в Эстонию. Насколько реально такие амбициозные планы, выяснял Михаил Владиславлев. Отмечающий свой 30-летний юбилей Центра зарубежных инвестиций озвучил новые стратегические цели. До 2030 года предполагается привлечь в Эстонию почти 3 миллиарда евро инвестиций. Тогда в стране каждый год создавалось бы около тысячи умных рабочих мест. Для небольшой Эстонии, в которой, как и во всех европейских странах, население стареет, иного выхода для развития экономики, повышения уровня жизни и сохранения социальных гарантий просто нет. Год на год не приходится. Мы не знаем, что принесут последующие годы, но амбиции должны быть большими. У нас есть стратегическая программа до 2030 года, и мы шаг за шагом стремимся довести инвестиции до уровня в 400 миллионов евро в год. Сейчас в работе находятся потенциальные инвестиции. Мы составили топ-20 самых внушительных, и их объем составит 6 миллиардов евро. Не все они будут реализованы, но до 2030 года есть время, и ведь добавятся еще и новые проекты. Экономисты ожидают медленного и трудного оживления, но структурные проблемы остаются. Предприниматели удержали рынок труда существенного спада, в том числе и за счет укороченного рабочего дня и гибкого графика. Но это означает, что дорогостоящее оборудование использовалось с неполной нагрузкой, а производительность труда в пересчете на работника упала. А вот зарплата росла и растет. Теперь, даже если скандинавские рынки откроются, то вернуться на них будет непросто. Мы перестали быть страной с дешевой рабочей силой. При этом наша продукция относительно простая и в результате по-прежнему в среднем ненасыщена добавочной стоимостью. «Предприятия очень разнятся. Мы обычно говорим о средней производительности и средней инновации. Но наша задача и заключается в том, чтобы привлекать в Эстонию умную экономику и умную промышленность. Мы не работаем над всеми инвестициями. Наш объем составляет 5-10% от общего числа проектов и инвестиций. Но они связаны с теми направлениями, в которых рынок не работает. Образуется бутылочное горло. Но представляют они для государства стратегические цели. Эстония вполне привлекательна, и остальные инвестиции приходят по другим каналам». Из-за войны мы потеряли российский рынок и источник относительно дешевого сырья. Предприятия ищут новые рынки, но с ними та же проблема. Надо предлагать востребованную продукцию по конкурентоспособной цене. После начала украинского кризиса инвесторы настороженно относились к ситуации. Вступление Финляндии и Швеции в НАТО сделали ее более благоприятной, да и центр проделал большую работу. Но учитывая наше сложное экономическое положение, обещанные 3 миллиарда евро более чем пригодятся. Михаил Владиславов, Роман Васильев, Новости Таллина. Когда пассажиры садятся в пришедший по расписанию транспорт, они часто не представляют, какая трудоемкая работа за этим стоит. Как непросто скоординировать все составляющие, связанные с контролем и управлением общественным транспортом. Как важно наладить соблюдение расписания, получать информацию о ситуации в режиме реального времени, обеспечить работу диспетчерских на современном цифровом уровне, а также надзор за обслуживанием этого непростого хозяйства. Именно поэтому такое значение придается новому современному центру управления ТЛТ, на церемонии открытия которого побывала наша съемочная группа. Компьютеры, огромные мониторы, диспетчеры, схемы, карты, графики. Все это очень напоминает центр управления полетами. По сути, это так и есть. Только этот центр расположился в помещениях предприятия ТЛТ и будет управлять работой общественного транспорта города. Это новый шаг в развитии не только самого предприятия ТЛТ, но и в целом системы общественного транспорта столицы. В ТЛТ работает более 2000 человек. И с точки зрения большого города, это системообразующее предприятие. И оно должно максимально отвечать условиям жизни современной столицы европейского государства. Мы открываем новый центр управления. Мы автоматизировали и декатализировали все те работы, которые раньше велись где-нибудь в разных уголках города. Они не были соединены. То есть, по сути, мы сделали что-то, что можно сравнить в государстве с ИКСТ. Сейчас в центр поступает и обрабатывается самая разная информация, связанная с деятельностью столичного общественного транспорта. Прежде всего, отслеживается ситуация на дорогах и соблюдение расписания. Одним из преимуществ центра управления стало то, что в одном помещении находятся диспетчеры трамвайного, троллейбусного и автобусного движения, что позволяет оперативно решать все возникающие проблемы, поскольку движение общественного транспорта отслеживается в реальном времени. Также в новый центр управления добавлена инфолиния для пассажиров, которая может помочь в самых разных ситуациях. Наши пассажиры, они забывают часто вещи. Мы можем тоже оперативно среагировать. То есть, они могут позвонить на инфолинию. Человек, который работает на инфолинии, быстренько свяжется с диспетчером. Мы найдем правильный автобус и направим этого человека на нужную остановку. Он сможет забрать свою вещь. На сегодняшний день центр управления, помимо прочего, также отвечает за охрану территорий предприятий, пропускную систему и многое другое. Но это только начало. В дальнейшем, с учетом развития системы общественного транспорта, сюда можно будет добавлять и другие функции, которые смогут сделать наше передвижение на автобусах, трамваях и троллейбусах более комфортным. Вадим Малышкин, Роман Васильев, Новости Таллина. Многократно приходилось слышать от экономистов о том, что после 2008 года вряд ли случится кризис глубже того, что был тогда. Банк ССБ провел исследование и добавил еще один аргумент в эту копилку. Выясняется, что без малого половина, 48% жителей Эстонии, живут в квартире или доме, которые находятся в их собственности, а значит, не обременены ипотекой. Илья Бань выяснил, поможет ли это быстрее выбраться из нынешнего затянувшегося экономического кризиса. Иногда кажется, что чуть ли не все кругом находятся в кредитных долгах и большая часть доходов тратится на выплату ипотеки. Оказалось, что ситуация не столь драматична. Во всяком случае, так показало исследование ССБ банка. Дело в том, что половина сегодняшних собственников жилья, первую свою квартиру или дом, покупали в возрасте от 25 до 35 лет. С последнего глубокого и затяжного кризиса миновало 16 лет, и многие из тогдашних молодых семей ипотеку, которая когда-то казалась непосильной, сейчас уже закрыли. Помимо половины собственников жилья, которая полностью находится в их собственности, есть и еще одна категория. 27% владельцев жилья купили его с помощью ипотеки на сегодняшний день регулярно платят по кредиту. Выяснилось, что 40% из числа опрошенных хочет сменить свое жилье или купить новую недвижимость в ближайшие три года. Что не претерпело никаких изменений, так это число тех, кто при покупке дома или квартиры хочет прибегнуть к помощи банковских кредитов. Таких 80%. Остальные 20% имеют достаточно сбережений, чтобы обойтись без внешней помощи. Из исследования выясняется, что даже имея свое жилье, люди подумывают о смене обстановки. Нынешние покупатели стали куда требовательней. Для потенциальных владельцев жилья важно само место, насколько оно зеленое, имеется в виду красивое экологически чистое окружение дома, затем по важности следует инфраструктура, транспортное сообщение, магазины, школы и детские сады поблизости. 70% опрошенных хотели бы жить в своем частном доме, 20% вполне удовлетворились бы обитанием в квартире. А вот на мечтающих жить в парном или рядном доме приходится всего 10% от участвовавших в опросе. Показатели этой весны по кредитным ходатайствам уже показывают рост по сравнению с ситуацией прошлого года. Похоже, люди все более уверенно себя чувствуют на ногах, к тому же они более оптимистичны в отношении будущего. С этим и связано более смелое поведение в вопросах ипотеки. Такие оптимистичные настроения обычных людей для экономистов не менее важны, чем собственные прогнозы. Они указывают на скорый выход из экономического кризиса. Во всяком случае, хочется в это верить. Илья Бань, Роман Васильев, Новости Таллина. И еще о квартирном вопросе. Сдавать квартиру в аренду – ответственное и хлопотное дело. Многие неопытные арендодатели и арендаторы зачастую допускают ошибки, которые могут привести к потере не только времени и нервов, но и денег, а порой и имущества. Вместе с нашим гостем из юридического бюро «Прогрессор» Данилом Липатовым мы поговорим о некоторых основных ошибках, которые можно допустить случайно или, к сожалению, сознательно при сдаче и снятии жилья. Данила, добрый вечер. Добрый вечер. Начнем с самого начала. С основных моментов – это, конечно же, договор. Договор должен быть. Конечно, речь идет о том, что договор может быть в устной форме, но такой вид договора вы будете потом достаточно сложно доказывать те условия, на которых вы договорились. Следовательно, это должен быть достаточно продуманный документ на бумажном носителе. Вот некоторые, кстати, пытаются избежать каких-то дополнительных налогов и заключают договор, что называется так, в устном виде, в письменном виде, но вроде бы для себя, чтобы не платить налоги. Чем это делать? Может быть, ведь даже договор безвозвездного пользования, когда человек будет оплачивать только коммунальные платежи. В принципе, этот договор не будет противоречить закону или добрым традициям, безусловно. Но мы сейчас уходим в плоскость, наверное, как раз правильной декларации доходов и той ответственности, если вы этого не делаете. Но повторю, что это напрямую не касается взаимоотношений арендатор-арендодатель. Критически важно на момент, когда вы заключаете договор и передаете квартиру во владение, чтобы у вас был акт приемки, передачи. Поэтому что вам нужно зафиксировать состояние квартиры в тот период, когда вы ее отдали в пользование. Потому что если этот документ не будет составлен, то по окончании договорных отношений будет очень сложно доказать, о ней были ли эти недостатки в квартире еще до того, как арендатор к вам заехал. То есть вот этот момент, он важен. Он важен особенно именно для арендодателя. И у вас получается, что вы заключаете договор, передаете владение на основании акта приемки-передачи, заканчиваете договор или отступаете от него и делаете еще один акт для того, чтобы почувствовать разницу в состоянии вещи на момент начала отношений и на окончании. Дополнительно важный момент, достаточно важный, прописывать, каким образом происходит оплата. Арендная плата и плюс необходимо сделать дополнительное соглашение, каким образом будет нести арендатор побочные расходы, то есть коммунальные платежи, выплаты в ремонтный фонд и прочее, прочее. Потому что закон говорит о том, что такие расходы могут быть возложены на арендатора, но об этом должна быть письменная договоренность. Ну и, наверное, тоже стоит упомянуть по поводу депозита. То есть депозит — это замечательная охранная мера для арендодателя, и он понимает, что за счет этих денежных средств он может потом минимизировать свои ущербы, связанные с ухудшением вещи, либо с задолженностью по арендным обязательствам. Но депозит точно также должен быть прописан в договоре. Конечно, стоит все-таки удостовериться в том, что лицо, которое заключает с вами договор, у него есть на самом деле право распоряжения той вещи, которую вам передает владение. У нас это либо будет собственник, да, как бы вы можете увидеть собственника в том же портале недвижимости, посмотрев данные по недвижимости, либо на основании доверенности какое-то третье лицо, да, но это полномочия у него будут вытекать из доверенности, которую он должен будет предоставить. Нужно ли обоговаривать об условиях проживания, точнее, кто будет проживать в квартире? Животные будут ли? Маленькие дети? Могут ли приехать еще какие-то родственники? Ну, на самом деле, будет не лишним прописать условия пользования, действительно, кто из третьих лиц в каком порядке может в квартире присутствовать, отдельно прописать вопрос по домашним животным, да, то есть многие арендодатели не хотят, чтобы, естественно, проживали животные, потому что это может как раз ухудшить качество вещи. Как выселить недобросовестных жильцов, как с ними разобраться, что называется, по-мирному? Даже при договоре, который прекращен, да, который истек его срок действия, просто так выдворить человека вы не можете. Даже если он не платит деньги? Даже если он не платит деньги, вам придется идти в суд и подавать иск о истребовании вещи из незаконного владения. И только имея на руках судебное решение, вы можете тогда подключить судебного исполнителя для того, чтобы начать вот эту процедуру освобождения. Но это пройдет, много времени может занять, да? Это определенные затраты у вас и временные, и расходы на юриста, оплату госпошлины и прочее, прочее. То есть это тот риск, который берет на себя арендодатель, когда начинает заниматься именно этим видом коммерческой деятельности. Спасибо огромное. Успехов. Спасибо. Понятно, что мы обсудили лишь малую часть вопросов. В любом случае проверяйте все документы вдумчиво и внимательно. Составьте грамотный договор, желательно в присутствии юриста. Не сдавайте квартиру, кому попало, тогда вы защитите себя от неприятных ситуаций. А еще не старайтесь обмануть государство, скрывая сдачу квартиры. Ведь кажущаяся выгода может стать большой проблемой и для сдающих, и для снимающих жилье. А мы переходим к другим темам. Программа друзей эстонского языка Келес Сибер проводится фондом интеграции уже пятый год. За предыдущие четыре сезона в программе приняли участие почти 3800 человек. Участники получили возможность практиковаться в эстонском языке с людьми, которые, разумеется, владеют им в совершенстве. В этом году число как желающих изучать язык, так и обучать ему побило все предыдущие рекорды. 810 наставников и 827 учеников. Программа подошла к завершению, и Лина Туровская подводит некоторые ее итоги. Добровольцев, которые помогают практиковать эстонский язык, находят по всему миру. Это люди совершенно разных профессий и возрастов, и не менее одного раза в неделю они общаются с учащимися на повседневные и актуальные темы. Такие беседы могут проходить по телефону, интернету или при личной встрече. Обычно курс длится три месяца. Это в первую очередь программа для практики языка, для общения. И за это время, конечно, человек не может поднять свой уровень эстонского языка на следующий уровень. Но очень часто происходит скачок именно в плане смелости, в плане того, что люди понимают, что их понимают, что они могут по-эстонски говорить, обсуждать темы. И вот эта вот смелость и преодоление языкового барьера – это очень важный результат, который получается в рамках этой программы. Если еще два года назад в программе участвовали примерно 360 менторов, в прошлом году около 600, то в этом уже 810 наставников. Команда фонда «Интеграция» активно координировала этот процесс, чтобы обеспечить всех необходимыми учебными материалами и дать дельные практические советы, как строить беседу, какие интересные темы могут быть, какие задавать вопросы. Сама программа «Келли Сыбер» возникла во время пандемии в качестве пилотного проекта и стала настолько популярной, что ее решено было продолжить. Часто это знакомство происходит между людьми, которые живут, например, в Ирума, в Сарыма и до Вирума, которые бы, скорее всего, не познакомились в обычной ситуации, но в рамках программы есть возможность с ними так между собой познакомиться, то этот формат работает, и мы решили его продолжать и дальше развивать. Очередная программа откроется в начале следующего года, и к Дню друзей, 14 февраля, менторы и ученики встречаются. Но чтобы участвовать в программах фонда «Интеграция», не обязательно ждать целый год. Всегда есть что-то интересное и для детей, и для взрослых. Зайдите на сайт integration.ee и посмотрите календарь событий. Лентировская, Петр Оливайн, Новости Таллина. В столице есть крупнейшее и очень красивое весеннее спортивное мероприятие с тысячами участников. Точнее сказать, участниц. Ведь у майского забега есть уникальная особенность. В нем принимают участие только представительницы прекрасного пола. За этими состязаниями с нескрываемым удовольствием следил Сергей Овченков. Буквально несколько минут осталось до начала майского забега. Его участники побегут вдоль пирита. Здесь стоит отметить, что это не участники, а участницы, потому что забег женский. И что самое примечательное, я еще никогда не видел такого большого количества женщин в одном месте и таких улыбающихся. Майский забег ЛХВ – крупнейшее в Эстонии мероприятие только для женщин, популяризирующее активный здоровый образ жизни. Оно проводится с 1988 года. Можно сказать, что забег играет довольно важную роль в формировании тенденции физической активности среди женщин. Дистанция в 7 километров подходит для всех. Ее можно пробежать или пройти в удобном для себя темпе. В нынешнем забеге приняло участие порядка 18 тысяч представителей с прекрасной половиной человечества. Были те, кто принимали участие в забеге впервые, но были и те, для кого этот забег уже не впервой. Нас пригласили от работы. Мы как бы особо и не знали про это мероприятие. Мы же слышали, но не интересовались. А в этот раз решили, почему бы и нет, со всеми женский забег попробуем. Мы, конечно, не бегуни, но, может быть, что-то получится из этого. Мы работаем вместе. Мы работодатель пригласил, но пришлось как бы в солидарность принять участие. В первую очередь, это, конечно, очень полезно для здоровья, мне кажется. Это именно здоровье. Такое мероприятие, которое делает нас счастливее. Наоборот, это не как напряг нужно воспринимать, а наоборот, как праздник для меня, во всяком случае. Примечательно, что первые два года забега его дистанция составляла 2 километра, так как в конце 80-х бег был не очень популярен среди женщин, а пробежать 2 километра мог любой желающий. В последующие три года дистанция составляла 5 километров, а с 1993 года дистанция забега стала 7 километров. Для самых маленьких бегунов параллельно с забегами взрослых проводятся детские забеги, в которых участвуют несколько тысяч детей. Так, например, в 2019 году в майском забеге принял участие рекордный 3563 ребенка. То, что напрягаешься и даешь какую-то силу, энергию. У тебя развивается сила воли, тебе очень нравится бегать, то, что ты за всех болеешь. Среди участниц были также учителя физкультуры в школах, которые своим участием в забеге подавали яркий пример своим ученицам попробовать свои силы в забеге в будущем. Я учитель по физкультуре, я спортсмен. Что побуждает? Очень хорошее настроение, очень много людей, и все такие спортивные, веселые, все хорошее настроение. Вообще, всегда приятно получить дополнительные эмоции, и медальки очень красивые. Ну а нынешним победителем забега стала Лиз Гретеарро, которая преодолела дистанцию за 23 минуты и 55 секунд. Примечательно, что в прошлом году она была третья, а в этом году она уже стала первой. Сергей Вченков, Виталий Савинский, Новости Таллина. Похоже, в День Таллина появилась еще одна традиция. Именно к этому событию приурочены Гетто Геймс. В настоящее время это одно из крупнейших молодежных, уличных, спортивных и культурных движений в Латвии и Восточной Европе, которое ежегодно собирает более 10 тысяч участников. И поскольку в Таллинн Гетто Геймс приезжает уже не в первый раз, как отмечает Сергей Вченков, эта необычная акция становится все более популярной. Обычно это фестиваль уличного спорта, в рамках которого все желающие смогли посмотреть состязания лучших из лучших в уличном баскетболе 3х3 Гетто Баскет, в уличном футболе 3х3 Гетто Футбол, в боях ММА, в уличных танцевальных баттлах и чемпионате по уличным тренировкам, то есть уличному воркауту. В Латвии у нас участвует каждый год 10 тысяч молодых людей, но у нас 40 ивентов проходит каждый год, 40-45 и 67 соревнований в рамках этих ивентов. И то есть мы работали там первые 5 лет на то, чтобы вообще набрать аудиторию, но важно, наверное, было бы в Таллине иметь какое-то одно место, и каждую неделю есть организаторы, которые тоже имеют желание собирать вместе этих детей, играть без судей, учить их, наверное, на каких-то ценностях, то есть которые нужны для каждого спортсмена. Уличные виды спорта уже давно больше не являются лишь отдельной нишей. Это доказывает олимпийская программа, в которой включены несколько видов спорта из уличной культуры, в том числе проходящих в рамках Гетто Геймс. Имеется в виду уличные танцы и баскетбол 3х3. По мнению организаторов игр, Таллин мог бы стать отличным местом, куда бы для участия в Гетто Геймс могли бы приезжать спортсмены из скандинавских стран и не только. В городе должно быть одно место, где бы собирались люди и соревновались в уличных видах спорта, да и просто бы проводились с пользой свободное время. Все знают о Гетто Геймс в Риге, но для скандинавских стран Таллин был бы намного ближе и удобнее. Для людей становится традицией, что они по вечерам рабочих дней хотят проводить полезно в свое время. Мы хотим нести вот эти хорошие эмоции, хорошую привычку именно в Эстонии, в том числе. Учитывая тот факт, что Таллин в следующем году станет спортивной столицей Европы, подобный фестиваль мог бы проводиться не только раз в год, но и на более постоянной основе. Ведь уличный спорт становится все более популярным, особенно в теплое время года, когда можно покинуть под надоевшие за зиму стены фитнес-центров, тренажерных залов и бассейнов. Эстонцы являются спортивным народом. Это давно известно. У нас, например, сильные команды по уличному баскетболу. В других дисциплинах у нас тоже хорошие показатели. Надо теперь подумать над тем, как привлечь больше людей к данным мероприятиям. И тогда это поможет развитию таких игр у нас тоже. Можно только приветствовать то, что Таллинн сейчас активно поддерживает проведение фестиваля. Правда, насколько это сотрудничество будет более активным в будущем, покажет время. Но учитывая, что задача проекта заключается в том, чтобы привлечь молодежь к спорту, отучить их от желания курить, пить, употреблять наркотики и показать им, в конце концов, что спорт – это модно и интересно, возможно, и государство могло бы обратить внимание на такие мероприятия. Ведь спорт – это не только стадионы, ледовые арены, боксерские ринги, спортивные залы или горнолыжные комплексы. Это еще и улица. А уличный спорт – это не просто развлечение, а настоящее искусство, которое объединяет людей разных возрастов и профессий, что и доказали соревнования в столице. Сергей Овченков, Виталий Савинский. Новости Таллина. И уже чем точно порадовали нас прошлые выходные, так это теплой и солнечной погодой, напомнившей нам, что уже скоро наступит лето. И так хочется, чтобы такие погожие деньки продолжались и дальше. Но об этом узнаем у синоптиков. Субтитры создавал DimaTorzok В среду днем солнечно, ветер западный, юго-западный – 4,6 м в секунду, температура воздуха – плюс 15, плюс 20 градусов. В ночь со среды на четверг ясно и сухо, ветер северо-западный, западный – около 4 м в секунду, температура воздуха – 14-16 градусов тепла. В четверг днем сохранится ясная и сухая погода, ветер северо-западный – 4,6 м в секунду, температура воздуха – от 19 до 24 градусов тепла. Такими выдались прошлые выходные и сегодняшний понедельник И это все на сегодня Я, Вадим Малышкин, с вами прощаюсь Напоминаю, что мы будем в эфире уже завтра И, конечно, наши журналисты будут следить за происходящим в столице Чтобы рассказать вам о самом главном, что произойдет во вторник Всего вам доброго и до встречи